Микс Ньюс Вот сейчас вы возглавляете эту общественную организацию, в прошлом году очень много вы говорили и призывали, может быть, правительство подумать о, конечно, дорожной инфраструктуре, потому что мы все прекрасно понимаем, что нет дорог нормальных, нет развития экономики. Что вот сегодня, с чем мы входим в Новый год, что вас тревожит, что беспокоит? В Новый год мы входим с очень обрезанным бюджетом заказов со стороны правительства, то есть мы думаем, что фактически этот объем будет составлять около 40% и примерно на такое же количество работающих, примерно на 40% будет сокращено отрасль в целом. То есть будут высвобождены люди, продана техника и так далее и тому подобное, потому что, как я министру так популярно объяснял, предприятие это не метла, которую можно положить в шкаф и через три года взять ее и начинать мести опять. Это живые люди, это техника, это обязательство. Ну, все же сидите ждать не будет, да. Никто ждать не будет. То есть, ну, мы с достаточно большой опаской входим в этот год и видим, что таких года, наверное, будет два-три, да. То есть, это так по-большому. Конечно, мы понимаем, что через года три-четыре, если все будет, как правительство объясняет, когда пойдет строительство рейл-болтыка и всякие другие проекты, связанные с переустройством рижского центрального терминала железнодорожного и так далее. Да, большие изменения. Мы сами свой кусочек рейл-болтыка будут строить. Да, если мы смотрим на этот рейл-болтык, то мы видим, что это фактически вторая Далгова, я так иногда сравниваю. Потому что она разрежет территорию напополам и надо будет всем самоуправлением, городам, людям, предпринимателям искать пути, как взаимодействовать между двумя сторонами, которые разрезаны скоростной железной дорогой рейл-болтык. Да, ну, Болтик, может, еще поговорим. Что касается вот самих дорог, с одной стороны, и правительство все время нам говорит о том, что это исторически самый большой бюджет и что, в принципе, экономика растет. Может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось, но растет. Прирост там 2-2,5% до 3%. И, тем не менее, мы видим, что вот в дорожном строительстве такие сокращения. Это с чем, на Ваше взгляд, связано? С тем, что закончились европейские деньги. Мы привыкли жить за счет чужих денег. То есть, прошедшие 7 лет закончились европейские деньги. Закончившись в этом году, остались какие-то крохи к проектам, которые были уже разыграны в прошлом году, уже все поделено. В этом году еще ни одного конкурса не было на европейских денег. Уже все. Уже все, да. То есть, только то, что госбюджет, но возможности госбюджета, к сожалению, не входят в приоритет этого правительства. Да. Вот интересно, что касается еврофондов на следующий финансовый период. А вообще, есть какие-то, не знаю, надежды на то, что позволит Брюссель опять использовать еврофонды на строительство дорог? Потому что всегда по этому поводу происходят споры. Я помню, что в свое время правительство еще предыдущее пыталось спросить, чтобы позволили эти еврофонды направить на эти локальные дороги. На что Брюссель сказал, нет, на государственные мы еще можем, но на локальные точно нет. Ну, я не могу ответить прямо и честно, потому что, на мой взгляд, не будет уже такого. На мой взгляд, это будут совершенно другие принципы. Если у меня правильная информация, то дорожные ремонты или дорожные реконструкции, или мостовые реконструкции можно будет производить. Лишь в том случае, если можно будет доказать, что это как-то позволяет уменьшить выбросы СО2 в атмосферу, или как-то взаимодействовать с окружающей средой, окружающую среду, ну, так сказать, облагораживая в зеленую сторону. Да, это сейчас приоритет. Да, да, но, по крайней мере, если говорить о конкретных цифрах, то, конечно, европейские бюрократы подготовили какие-то варианты, пункты. Там, по-моему, я сколько знаю, четыре разных сценария. Я знаю, что сейчас новая комиссия приступила, взялась за это. Новая европейская комиссия, очевидно, будет выдвигать какие-то свои установки. Но такого отдела уже не будет. Да, да, я уже, например, уже достаточно известно, что, скажем, где большие донорские государства, которые все время платили в этот фонд, они хотят тоже как-то ограничить это или как-то более целенаправленно эти деньги направлять, да, что понятно, в общем-то, да. И поэтому говорить о каких-то конкретных цифрах нет, нельзя. И, на мой взгляд, да, все дебаты будут происходить в следующем году. И, скорее всего, ну, самое раннее, в 2023 году мы первые какие-то деньги следующего периода будут нам, станут доступными, если они вообще будут доступны на дорожное и мостовое строительство вообще в целом, да. Что касается вот вообще вот этой отрасли дорожного строительства, строительства мостов, все-таки, несмотря на сокращение, удастся ли вообще удержать какой-то костяк специалистов? Не будет так, что все уедут там, не знаю, в Норвегию, в Германию? Не могу опять ответить, потому что ничего так не дезорганизирует отрасль, как неизвестность. То есть отрасль должна знать хотя бы, ну, 5-7 лет вперед. Даже такой срок, да? Да-да, ну, приблизительно, хотя бы ориентировочно, так сказать, там какие-то сдвиги на 5-10% могут происходить, но хотя бы ориентировочно, ну, какой там этот кусочек пирога или какой там объем заказов есть, потому что предприятие же должно покупать технику. Как правило, техника берется в лизинг. Лизинг, как правило, на 3-5 лет, да, то есть за это надо расплачиваться. И, следовательно, и то же самое человек, они же все серьезные люди, которые с хорошими образованиями, которым за границей платят в 3 раза больше, да, за такую же работу, да. Да, вот если мы так посмотрим в процентном соотношении, какой сейчас вообще процент вот этих дорог, которые в таком критическом или близкокритическом состоянии? Ну, примерно половина. Половина? Примерно половина, половина региональных и где-то 70% местных дорог, да. Что касается государственных, центральных, там ситуация лучше, поскольку туда, в прошлые 7 лет мы заложили европейские деньги больше, более чем полмиллиарда евро, да. Ну, то есть, в принципе, там не такой большой процент критической. Ну, там 64% в очень хорошем и стабильном состоянии, остальные в удовлетворительном. Очень мало, мало, мало там этих кусочков, которые еще остались в плохом. И, по-моему, вот в этом году за последние европейские деньги эти кусочки, там, например, возле Сейны, да, Байарск, Рога-то, там дальше. Да, мы видим Юрмалье, да, Юрмальская трасса. Да, Юрмальская трасса, да, в том числе, да. Ну, там, конечно, странно, там государственная часть от знака Рига будет приведена в отличный порядок, да. А та часть, которая выводит из города. Как-то очень странно, там надо как-то было синхронизировать. Ну, как-то так вот разделились. Ну, Рига всегда свою собственность, свою землю, ну, так сказать, держала при себе. И так договорились. Хотя, в общем-то, достаточно нелогично. Нелогично совершенно. Вроде хорошая-хорошая дорога будет, потом раз, и ты въезжаешь в столицу. Не, ну, может быть, столица что-нибудь предпримет для того, чтобы что-то как-то синхронизировать, но еще время есть, так сказать. А вот очень часто мы привыкли, понятно, сравнивать с соседями. В Литве и в Эстонии ситуация вот по этим местным дорогам, что-то есть какие-то данные? Она лучше, хуже? Она лучше, конечно. Лучше, но потому что у них финансирование было другое. Ну, скажем, эстонцы примерно два с половиной раза больше каждый год инвестируют в дороги. И литовцы примерно в два раза. Но сейчас литовцы отработали такую схему, причем схему, которую утвердил парламент, как должны развиваться эти дороги, сколько туда государство будет отводить денег. То есть, у них какое-то видение есть, да? Литовцы договорились, потому что они понимают, что и коммунисты, и социалисты, и либералы, и плутократы, и демократы, и все остальные, и все должны ехать, все едут на машинах, да? Что это, так сказать, общее дело, о котором спорить не надо. Один раз поспорили, приняли решение, там, скажем, на среднесрочную перспективу. Ну, и работаем, а будем дискутировать обо всем остальном. Но у нас, к сожалению, не так это. Но, может быть, будет. Может быть, все изменится к лучшему. Надеюсь. Да, вот еще такой вопрос, который хотел бы задать в контексте вот этих дорог. Все-таки, вот если бы восстановили, постоянно об этом говорят, вспоминая, там, период Шлессерса, там, дорожным фондом, это бы что-то поменяло, или это все равно бы не создало денег столько в бюджете, сколько есть, как их не назовите? Ну, это не сама цель, восстановление этого фонда. Как у русских есть такое пословице, там, называй хоть горшком, только в печень не клади, да? Да, примерно так, да. Вот то же самое с этим фондом. Называй это инвестиционной программой, программой правительства, программой парламента, специализированным фондом. Как хочешь, так называй. Но самое главное, чтобы была ясность, и хотя бы среднесрочная ясность про перспективы, иначе это плохо для отрасли. Отрасль не развивается, а самое главное, что это символизирует отношение правительства к отрасли. Но исходя из сегодняшнего финансирования и всего остального, мы можем сказать, что правительство вообще не заинтересовано в том, чтобы отрасль мостовых и дорожных строителей в Латвии была, что она заинтересована их сократить и ликвидировать постепенно. Да, вот интересно, это правда, опять-таки, дела рижские, но вот тем не менее, мы видим, что вот этот Брасовский мост выпалученный литовской компанией строит. Я понимаю, что конкуренция, но я так думаю, что, наверное, и в Латвии могли найтись специалисты, чтобы могли привести в порядок Брасовский мост. Ну, все зависит от цены, конечно, да, все зависит от цены. И если кто-то называет очень хорошую цену и обещает за это все сделать, хорошо сделать, ну, почему бы и нет? Ну, скажем, мы уже давно не можем говорить, что, скажем, это только латвийские компании. У нас же есть, в наших компаниях есть капитал австрийский, немецкий, у нас есть капитал финский. Да, но работают-то в основном жители Латвии, да, в основном, да. В основном работают жители Латвии, да. Хотя не исключено, что, возможно, придется и тут с гастарбайтерами, если так дальше пойдет, да, с кадрами. Ну, трудно сказать, трудно сказать, мы давно, мы, слава Богу, уже вышли из, и наша отрасль особенно, она уже лет шесть, по-моему, вышла из этого, из этой категории дешевых, дешевой рабочей силы. Потому что нашим всем платят все налоги, они получают достаточно хорошие зарплаты, потому что... И специалисты нужны, это же не просто так. Именно так, тут просто так не можешь взять кого-нибудь со стороны, который ничего не знает, ничего не видел, и вдруг он тебе начнет красивые мосты строить. Ну, не бывает. Нереально. Андрей Сберзович, у нас в студии, привемся буквально на пару минут на рекламу, не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, продолжаем работу в прямом эфире. Вот мы говорим сейчас о дорожном строительстве, дорогах, председателя правления Латвии с целью Буветайса. Андрей Сберзович, у нас в студии. Вот что касается Рао Балтик, вот к этой теме мы уже прикоснулись в самом начале эфира. Вообще есть понимание, когда вообще могут начаться вот эти вот тендеры, чтобы хотя бы наши вот компании, ну, которые работают на латвийском рынке, чтобы они хотя бы планировали, что вот да, через год, через два начнутся закупки, или может быть сегодня они уже начались? Нет, ну, в принципе, проектирование, уже тендеры на проектирование уже пошли. Уже пошли, да. Уже пошли, поскольку никто не может сегодня сказать стоимость этих тендеров, так сказать, тендеры, ну, тендеры разыгрываются по принципу, по принципу проектируй, строй, проектируй и строй сам, да, то есть это тоже предприятие, которое, скорее всего, выиграет проектирование, скорее всего, будет и строй. И наши тоже, конечно, они не стоят в стороне, они принимают все необходимые меры для того, чтобы участвовать во всех этих тендерах. Но опять же, тут очень трудно понять, что и как будет, ведь мы слышали об этом письме, где писали работники Рейл Болтыка, которые говорили, что им бы желательно, чтобы был бы один, так сказать, над ними стоящий какой-то орган, который разыгрывал все, все работы. Может быть, в этом есть логика? В этом, скорее всего, какая-то логика есть, но решение это принимают те, которые сегодня там сидят за столом. Но меня не это больше всего расстраивает, меня просто расстраивает одна другая вещь, о которой сегодня никто не хочет говорить. Ведь по запланированному сценарию 85% этих денег туда на строительство Рейл Болтык идет из еврофондов, а 15% нужно доплачивать самим. Кстати, да. Кстати, да. Суммы, которые называются в целом, сколько это могло бы стоить в целом, да, это достаточно емкие. И эти 15% тоже будут очень емкие и объемные деньги. И мне очень интересно, ну, я не слышал еще ни одних расчетов, никто еще не называл ни одной цифры. Мне интересно просто как человеку, как гражданину, интересно, а если это выльется там в 300-500 миллионов в течение двух-трех лет, откуда эти деньги возьмутся? Что мы будем делать? Мы будем бюджетный дефицит выращивать, как Польша делала в прошлом году, скажем, в эту пятилетку. Польша самодостаточная страна, в общем-то, большая, объемная, она может себе это позволить. Можем ли мы позволить себе это? Формально, да, но как, и во что, и во сколько? То есть, как-то тут философия будет меняться, и этот ворвинг, который идет там, когда премьер приходит и говорит, да, у нас самый большой бюджет, и мы самые бережливые. И действительно, нужно быть бережливым, нельзя тратить деньги, занимать деньги и просто так их тратить. Но, тем не менее, как-то концы с концами надо сводить, да, то есть, и надо кормить и одну, и другую, и третью отрасль, и здравоохранение, и образование, и дорожное, и мостовое строительство. Кстати, да, вот интересно, что это было в прошлом году, правда, потом больше он это не повторял, этот тезис господин Лынка, от министра сообщения, обмывался, что, вы знаете, ну, поскольку в 2021 году будет меняться налоговая политика, и мы хотим все-таки каким-то образом, ну, там, дороги привести в порядок, надо будет вообще думать о, там, не знаю, повышении налогов, он, правда, не сказал каких. Фактически, когда вот мы платим этот транспортный налог, или официально называется вот эксплуатационный налог на автотранспорт, ну, люди понимают, что вот раз мы ездим по этим дорогам, туда должны идти деньги. На самом деле мы знаем, что большая часть как раз не идет на дороги. Конечно, я думаю, что в 2021 году опять повысит этот транспортный налог, но, может быть, не было бы возмущения людей так сильно, если бы они действительно знали, что вот ты заплатил за эксплуатацию дорог, и они действительно реально пойдут на дороги. И министру было бы гораздо легче объясняться с народами, с политиками. У нас основная проблема, что люди платят налоги, но они не уверены, что они идут на те цели, на которые они платятся. Ну, да, ну, то есть, ну, вообще в целом, в целом, конечно, если бы я был министром финансов, мне тоже хотелось бы, чтобы все налоги пришли бы в общий котел, аккуратно размешали, и одному там два ковшика в мисочку, другому три ковшика, там, 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 мог бы так, с точки зрения управления этими деньгами, это, конечно, легче, да, и проще. Но, с другой стороны, конечно, есть еще и мотивация людей платить налоги. Ну, и тут, тут уже, тут уже, ну, тут система построена так, что ты практически никуда не денешься уже, ты можешь, единственное, ты можешь взять, идти перерегистрировать машину в Литве, в Эстонии, если там будет, это дешевле, да. А литовцы и эстонцы, поскольку они постоянно в два, в три раза больше инвестировали на протяжении вот последних 15-20 лет, для них это сегодня не проблема. И второе, мы должны понимать, что с повышением подобного рода налогов, кстати, в этом году уже тоже совсем не пара дней, акцизный налог-то повысился, все равно мы смотрим уже, там, 5-7 сантим за литр, мы уже платим больше. А когда ты заправляешь 30-40 литров, вот тебе и получается совсем другая сумма, да. Вот тебе и получается совсем другая сумма. А в месяц уже еще больше, да. Ну, а в год, если рассчитать, то это большие деньги. Конечно, нельзя же бесконечно повышать налоги, то есть мы должны смотреть балансированно, каковы налоги хотя бы в соседних странах, да, как это будет, потому что если мы хотим убить все свое предпринимательство, без все услуги, в которые так или иначе компонента, скажем, этого акциза входит, да, то, то есть тут должно быть, тут надо 7 раз подумать, 7 раз отмерить и потом только резать можно. Кстати, к сожалению, мне сегодня кажется, что не всегда так делается. Да, особенно вот интересно, если мы посмотрим на правительство Каренча, та же вот эта борьба с отмыванием средств, понятно, что никто не хочет оказаться в этом черном списке, там, Монивэл, надо бороться с отмыванием средств, спора нет. Ну, нужно ли действительно сначала рубить, а потом вообще думать, что мы сделали, потому что сегодня латвийские предприниматели, я от многих знакомых слышу, у них уже проблемы открыть счет в латвийском банке, собственные латвийские предприниматели, уже сейчас мы не говорим ни про офшоры, ни про нерезидентов, уже вот такие проблемы у нас возникли. Ну, мне трудно что-либо сказать, если честно, я не отслеживаю четко сейчас систему в банках, но, конечно, то, что у нас в целом в стране денег становится или стало меньше, чем 2-3 года тому назад, которые могут идти на кредитование или какие-то другие, там, другое финансирование, скажем, каких-нибудь предпринимателей и так далее, это, конечно, ну, прежде всего будет повышать цену денег, которая остается здесь, да, то есть мы станем дороже, для нас будет дороже, ну, и банки тоже, наверное, сегодня размышляют очень по большому счету, как, ну, не утратить свою прибыльность, если сравнить с 2-3 годами назад, да. Вот интересно тоже, вот если мы говорим о дорожном строительстве, ну, государственные дороги, понятно, а вот у вас, наверное, вы же знаете, что делает самоуправление, особенно крупное, у них вообще есть деньги на строительство и ремонт дорог? Я так понимаю, что ваши, вот, ну, те, кто входит в эту ассоциацию, моста строителей и дороже строителей, они ведь участвуют в тендах и самоуправлении тоже, и Риги, да, у нас, конечно, конечно, лепо, и там лучше ситуация, вот, на эти дороги в городе? Не, ну, как это организуется, вообще-то из этой недостаточно небольшой суммы денег, если мы сравниваем с необходимыми суммами, да, с общего пирога, денег, которые государство дает, она его, прежде чем эти деньги приходят к нам, строителям, так, в виде, там, там, заказов на работы, от них отделяются еще две суммы. Одна сумма, это, которая ежегодно из этих денег уходит в самоуправление, на дотации самоуправлений, самоуправлением, это, там, там, до настоящего времени не четко сказано, куда, то ли это надо на ремонт их только тратить, то ли это на поддержание дороги, или, там, посыпку солью, или грантом там, 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 этих дорог. Там одна значительная сумма уходит, и вторая значительная сумма уходит еще на поддержание нашего монополиста, Латвий Саутоцелюстуратайс, это предприятие, которое убирает снег и там, там, чистит канавы, протоки, красит, красит. Это, по существу, государственное акционерное общество. Это государственное, стопроцентное государственное акционерное... Монополист. Монополист, да, который, в соответствии с поручением правительственным, эту функцию делает. Правда, теперешний министр сказал, что эту функцию мы, наверное, мы будем отпустить... На рынок, фактически, да. И это будет логично, потому что, скажем, ну, строительство мостов и дорог – это сезонные работы. И только во время сезона определенного ты можешь строить. Ну, зимой, как бы тебе этого хотелось, ты не можешь строить, потому что все замерзше, да? Ну, ладно, сегодня зима такая. Сейчас пока что можно было, если бы деньги были. Но нет, и мы зачастую целую часть людей должны отправлять просто-напросто в отпуск за свой счет или как-то поддерживать их через какие-то ремонты, обучения, платить людям для того, чтобы они не ушли. Ну, долго же это невозможно делать, если работы нет, да, нет заказа. Именно, именно. Если работы много, то это одна ситуация, если работ мало, то другая ситуация. То есть, если бы и эти уборы, ну, условно, я говорю, работы по поддержанию дорог в хорошем состоянии пошли бы на рынок, да, были бы сприватизированы, скорее всего, участники были бы в предприятии отрасли. И это им позволило бы как-то и зимой какую-то занятость обеспечивать. То есть, это было бы логично, и министр сказал, что из этого получится, будет ли так это или не будет. Ну, поживем, увидим. Да, вот интересно, что мы понимаем, что особенности латвийского климата, мы видим даже, что сейчас происходит на дорогах. Конечно, все это очень плохо сказывается на дорожное покрытие. Не обидно ли вот отрасли, что иногда какие-то там делают такие, не знаю, упрюки в некачественном строительстве, а ведь чаще всего виноваты, конечно, вот эти все погодные условия. Потому что, когда в день, тыжды меняется, вот погода, был ночью снег вот сегодня, сейчас, я так понимаю, уже все растаяло, потом пойдет дождь, потом, видимо, опять снег. Я думаю, что не будем, давайте не будем винить погоду. Я думаю, что причины в многих случаях совершенно другом. В самом заказчике. В заказчике. Заказчику дают мало денег. Заказчик видит, что очень многие дороги нужно ремонтировать. Заказчика вызывает там госсекретарь или министр и говорит, слушай, ну как ты, я там вчера проехал, ну ужас, какая дорога. В следующем году делай, что хочешь, но чтобы дорога была хорошая. И что заказчик делает? Заказчик там, где нужно хорошую, большой, ну относительно большой объем работы, где нужно и основание дороги поменять, и там все канавы вырыть заново и так далее. По существу капитальный ремонт сделает. Сделать капитальный ремонт. Он говорит, ну понимаете, ну для того, чтобы сделать это, ну мы как-нибудь на 5 лет можем закрыть дырку. Тем самым спрезеруем там верхнюю часть, поставим новый асфальт. Потом 5 лет прикроемся, и он может идти докладывать, господин министр. Все сделано, едьте спокойно. Едьте спокойно, да, все хорошо. А через 5 лет, как правило, уже другой министр сидит. Да, вот что касается министров и не министров, у вас сейчас есть такая уникальная возможность с вашим опытом, ну со стороны посмотреть на то, что происходит. Не могу вас не спросить, как вы оцениваете эту ситуацию, которая сложилась вокруг Рижской думы. Да, вот, может быть, не вдаваясь в какие-то там совсем уж такие нюансы политические. В общем, и как Рижане, ну вот мы видим, что сейчас эта эпопея продолжается распустить, не распустить, потом избрать неочередную на 5,5 лет. Я думаю, что сегодняшняя коалиция делает то, чего, как правило, боялись всегда все полководцы и руководители всех сражений. Они как черта боялись войны на двух или трех фронтах. А то, что делает наша коалиция, она сейчас сегодня именно, как бы, замахнулась воевать на всех фронтах от Доразова. Ну, исторический опыт всех этих бывших сражений показывает, что, как правило, где-то это проваливается. Где, не знаю. Я далек от политики, я разговариваю со всеми. Я просто говорю, так сказать, обобщенно, пытаюсь говорить обобщенно. На мой взгляд, достаточно большие вызовы, это админициативно-территориальная реформа, реформа здравоохранения и реформа образования, которые три в реформе одинаково уже стоят вместе, как бы выявлены, как центральный вопрос, если надо там кого-нибудь снимать, что-нибудь там надо делать, ну, ради бога. Ну, я бы не открывал бы второй фронт в борьбе с цирической думой. Тем более, что, на мой взгляд, сейчас там все более-менее определилось, стало на место, да, уже как-то. Мэр работает, да. Мэр работает, кажется, везде бывает, везде мы его увидим, и ленточки режет, и строгие речи говорит, и все нормально. Да, при том, самое интересное, что если так посмотреть, уже до выборов-то 21-го года остается совсем мало времени. Что в результате пока будет носиться с этой думой. Конечно, конечно. Не, ну, и тем более, мы же должны понимать и то, что должны, ну, достаточно здраво смотреть на выборы. Для того, чтобы идти на выборы, ну, нужно как-то оценить их себя, оценить свои возможности. Если мы сегодня смотрим по рейтингам, то мы увидим очень большую раздробленность на противоположном фланге. И я не знаю, я не вижу ни одной причины, почему вдруг бы избирателю вдруг направиться как-то в другую сторону и начать голосовать за каких-то других, нежели как он голосовал на предыдущих выборах. Да, самое интересное, что вполне возможно, что ничего не поменяется в итоге, да, не исключено. Нет, но я не вижу причин сегодня и не вижу, ну, так сказать, персонали или списков таких, которым я бы сегодня доверял, которым мог бы сказать, да-да-да, тут это будет совершенно иной подход, завтра мы все станем счастливыми, завтра все будет прекрасно по-новому, по-иному. А может быть, все-таки вот эта правящая коалиция переоценила вот эту машину для голосования, да, мы понимаем, что большинство есть в сейме, может они решили, ну, тогда мы можем любое решение, в принципе, принять. Ну, в принципе, понимаете, коалиция достаточно разнообразна. Мы видим КПВ, ЛВ вообще уже. Ну, там пять партий внутри, и самое главное, что все, каждая из этих пяти партий понимает, что, в общем-то, им есть что терять, а когда есть что терять, это объединяет гораздо больше, нежели когда тебе надо что-нибудь, какие-нибудь другие аргументы искать, да, им есть что терять, и они достаточно четко понимают, что в такой же комбинации, ну, наверное, второй раз вместе уже не соберемся, будет что-то иначе. Следовательно, следовательно, вот тут есть это, ну, ключ к ответу, как работает машина голосования в этом парламенте. Ну, да, но хотя, хотя я думаю, что Рижская дума, это будет очень большим камнем преткновения для теперешней коалиции. Они сейчас уже фактически попали в западную, да? Сейчас уже там немножко агонируют, пытаясь как-то тушить души, там, какие там методы применяются, не знаю, да, но, по крайней мере, это уже сегодня показывает, что, тем более, еще и президент встал на сторону, скажем, меньшинства. Нет, нет, ну, это право меньшинства, которое не было использовано до настоящего времени, и президент очень четко в соответствии с Конституцией действует, да. Тут шапку долой, просто-напросто, это еще один фронт, как бы, открывается сейчас, да, так сказать. Будут ли собраны подписи, пойдут ли люди там... Деньги будут потрачены уже на этот... Подписаться там на референдум. Что будет с референдумом? На референдум опять деньги надо тратить, откуда-то деньги, откуда-то надо взять. Так сказать, если лишних денег нет, то кому-то их срезать надо. Ну, так, так сказать, ну, нормальная хозяйственная деятельность, которой нужно заниматься, вместо того, чтобы ходить рассказывать, какой я хороший, и почему именно там за меня надо голосовать или за меня не надо голосовать. Может быть, такой последний вопрос. Вот сейчас национальный план развития новый обсуждается, да. Вот, может быть, там удастся, вот, есть ли какие-то у вас сведения внести, вот, дороги и дорожную инфраструктуру как приоритет, и как, кстати, очень большая отрасль предпринимательства, я так понимаю, что, в принципе, в хорошие времена тысячи людей были задействованы, даже тысячи рабочих мест, если я не ошибаюсь. Ну, это только на предприятиях, да. Да, если мы же не говорим о том, что есть, так сказать, отрасли обеспечивающие, все карьерное хозяйство, там помощники, в каком-то смысле мы поддерживаем и торговцев, скажем, оборудованием, да, которые здесь опять могут торговать, как-то жить, поддерживать рабочие места. И весь песок, гравий, все, 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 да. Все это, то есть, это, мы считаем, что это больше четырех тысяч человек в целом отрасли, да. Это, в принципе, большой процент ВВП в этой ситуации, да. Ну, большой, небольшой, ну, ладно, там, 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 два с половиной процента каких-нибудь, но все равно это два с половиной процента, да. Нет, это такая оценочная цифра, я не гарантирую. Ну, это царный план развития, на ваш взгляд, будет? А в этом плане развития, фактически, при дороге на сегодняшний день, там вообще нет. Я пока тоже ничего не обнаружил. Там ничего не поставили, никаких новых подходов, скажем, к этой, к программе зелености дорог, тоже не нашли авторы этого плана. Мы свое мнение написали, отписали там и предложили свои подходы, новые подходы, такие, с которыми можно было бы считаться. А в целом, если ничего не будет происходить, то дорог там не будет. Хотя, в общем-то, и в прошлом плане там были заложены дороги, но, на мой взгляд, они были в большей степени заложены на предмет выдавить из Евросоюза какие-то деньги на дороги. А в меньшей степени на приведение в порядок наших дорог. То есть, а в этом году, в этом плане, ну, трудно сказать. Но еще впереди, конечно, и дебаты в правительстве, дебаты в парламентской комиссии. Парламент, еще впереди, да. Мы ходим очень аккуратно, идем, ходим в парламентские хадисы, идем везде, всюду, где нас готовы выслушать и рассказываем, рассказываем свою боль, свой крик души, так сказать, отрасли. А большой дефицит финансового дорожного строительства? По-моему, вы называли в свое время 2 миллиарда, если не лучше. Это как считать эти цифры? Ну, вы знаете, я должен сказать так, что сегодня мощность отрасли, ну, скажем, в прошлом году была где-то 320-340 миллионов в год. Это то, что отрасль сегодня готова, ну, готов работы выполнить, работы освоить, да. Для того, чтобы отрасль могла больше сделать, и надо время, и надо как-то, надо как-то, надо как-то отрасль простимулировать, и отрасль должна понимать, что ее ожидает в будущем, да. В противном случае развития в отрасли не будет. Если сегодня кому-то сбредет в голову, там, вдруг, там, там, миллиард отдадим на дороге в следующем году, от этого мы ничего хорошего не получим. Мы получим только рост цен жуткий, и скажем, что приедет сюда работать кто-то другой, да. Тем более, если рост цен пойдет вверх, да. Сейчас цены на наши услуги, они такие, ну, усредненные. Ну, скажем, из Германии неудобно сюда приезжать. Ты не можешь заработать столько, сколько ты можешь заработать в Германии. Или в Финляндии, или в Швеции. Но если рост пойдет, то вполне возможно. Ну, все дорожает, поэтому, и труд тоже, да. Нет, ну, понятно, но, слава Богу, я говорю, мы уже давно вышли из этой зоны, там, дешевые рабочие силы, да. Да, да, да. А там, там, этот объем очень маленький. Да, ну, что ж, нам осталось только надеяться, что вот вас услышат и поймут такую простую истину, ну, без дорог нет же ничего, ну, а мы же все прекрасно понимаем. Это кровеносная система экономики, да. Да, сейчас, ну, как, пешком-то ничего не повезешь, это понятно. Конечно, конечно, конечно. Адрис Бесович у нас был в студии, и большое спасибо.